Девушки отдыхают Девушки отдыхают Прекращай! Эй! Стой! Твою мать! Остановись! Народ! Я... Где... Что с ним? Ты тупой! Да! Он здесь! Откуда? Гляньте на его лицо! Господи! За что мне это? Убейте его! Убейте его! Убейте его! Они захватили базу! Доктор! Что происходит? Зачем вы их впускаете? Сделайте что-нибудь! Хватит! Хватит! Али... Держи свою доску! За что? Но мы вдвоем не смогли его удержать! Вкусно! Что я надеял? След от укуса... Он превратился! Убей его! Убей его! Убей его! Убей его! Убей его! Убей его! Чего ты ждешь? Убей его! Окей! Держи! А? Что? На, бери! Убей его сам! Ты сам так сказал! Я... Я... Под... Держи! А? Хм... М... Ты... Теперь... Мой... Черед! Он разговаривает! Давай, вставай! Ты... Что? Они не могут навредить нам, препобедительницы! Но... Я не понимаю, что происходит! Все как в тумане! Я чувствую себя иначе! Как будто я всегда очень... Очень... Очень голоден! Прости, пацан! Я не поделюсь! Пап, ему точно не нужен твой же клад! Потому что ты не ты, когда голоден! Стоп! Это та девочка... С селфи-палкой! Ха! Так эта маленькая милочка и есть та девушка, о которой он говорил! Лю-у-у-у-у-у-у-ди! Парень, притормози! Я знаю, что это место похоже на буфет! Но на самом деле тут вовсе нечего есть! А? В смысле? Тут же полно людей! Даже если тут, как в тех дешевых ресторанах с огромным количеством жареной еды с прошлого вечера! Чтобы вы понимали, они разговаривают на языке зомби. Глянь на этого парня. Он жесткий, потрепанный, твердый, как гвозди. Об него зубы сломаешь. Его жевать, словно жевать кожу. И он не принимал душ уже несколько дней. Фу! Ну, наверное, он здесь самый жесткий парень. А вот его дочка-бунтарка. Такая же жесткая. Ее не только тяжело жевать, но и удержать на месте. Она еще и несовершеннолетняя. Совершенно неаппетитная. Фу! Ты точно говоришь обо мне всякой гадости? Да, потому что ты гадость. Эй! Это и вправду слегка извращенно. Видишь вот ту девчонку? Где? Вот именно! Видеть-то нечего. Тут кожа до кости. Она настолько тощая, что наверняка болючая, как кактус. Арактический кактус! Бррррр! Пожалуйста, не каламбурьте про замороженную еду. И еще замороженную еду есть нельзя. Так что просто отпусти и забудь. Это ужасно. А-а-а! Теперь хорошенько оглянись вокруг. Они хотя бы отдаленно выглядят съедобными. Черствый, вялый, слишком старая, жилистый, холодный, жесткая. Вау, в этом один холестерин. А это напичкано ужасными токсичными химикатами. Воображаемый лес. Они еще и не мылись целую вечность. Это самая настоящая дикая природа. Как ты можешь их есть? Ты дикое животное из джунглей? Просто прыгнешь на других грязных животных и съешь их заживо? О, это мило. Он маринует себя в бассейне из микробов, насекомых и паразитов. Когда ты все так вывернул, мне слегка противно. Природа противная. А ты цивилизованный человек. Но вот эта выглядит чистой, мягкой и вкусной. Она идеальна. Это моя. Не трогай. Ладно. Тем не менее. Зачем ты прибежал сюда и завел себя и меня в опасную зону? Тут толпа живых людей. Нас могли убить, если бы не она. Ты был опасной зоной. Ты на секунду выглядел так, будто собирался меня убить. Ты прекрасно знаешь, что я пытался не дать тебе съесть Клэр. Ты теперь полноценный зомби. Ты не можешь это отрицать. Знаю я. Я знал это еще, когда увидел испуганную Клэр. Так что я пришел попрощаться с... 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 Я хотел попрощаться кое с кем важным и попросить Дока усыпить меня. Но я не помню, кто она. Я знал ее еще минуту назад. Почему я не помню? Кто-нибудь знает этого парня? Он хочет попрощаться. Похоже, она не так уж и важна для тебя. Эти проклятые люди! Че такое? Если она его девушка, я не съем ее, а убью согнутой ложкой! Дайте его на! Берите ее уже с пути! Холодную еду никто не будет есть! Еще минута, и я его заберу. О, о, о! Они расшумелись. Ах... За что их винить? В конце концов это монстры, которые питаются плоти. Не обращай на них внимания. Ты уже кого-то съел? Нет. Хотел, но теперь нет. Тогда ты не виновен. Ты ничего плохого не сделал. Ты ничем не отличаешься от обычного человека. Тебя не должно быть здесь. Даже если мы едим людей, мы в первую очередь не хотели сами быть съеденными. Как ты можешь так легко ко всему относиться? Это из-за того, как мы относились к тебе. Я пытался изо всех сил. Я убил их столько. Нас столько. Я даже не помню, зачем так сильно боролся. И в конце я получаю это. Да. Ты заслуживаешь лучшего. Но посмотри. Ты не получил больших следов укусов. Смотри на меня. По-твоему, это нормально? Наше желание есть людей реально. Нельзя винить их за то, что они боятся. Наверное, ты прав. Может, они насмотрелись фильмов про зомби и думают, что мы такие же, типа... МОЗГЫ. Черт, мы даже не любим мозги. Это мерзко. Это правда. Это буквально единственная часть, которую я не хочу есть. Кстати, я считаю, у тебя крутая рука. Но как она двигается? Магия. Что они делают? Хотя мозги животных считаются деликатесами во многих частях мира. Я уже рассказывал, Алекс. Я пробовал суп из свиных мозгов. И мне даже понравилось. Существуют телячьи отбивные. Популярный ингредиент во многих европейских кухнях. А в Америке есть сэндвич с поджаренными мозгами. А еще в Америке есть каннибал, который жарит кусок мозга и кормит его обладателя. Но это же выдумка. Еще это безумно. Кто это вообще придумал? Помнишь последнюю сцену в самолете, где... Хватит умничать на глазах у всех. Я понял. Ты гурман или ботан? Я ботан-гурман. Кстати, я ненавижу это слово. Больше никогда так не говори. Верно. Мистер тот, кого нельзя называть. Хе-хе. Кхм. Тем не менее. Все, что тебе нужно, это время. Людям надо время, чтобы понять и принять новые вещи. Дай им и себе время. Может, тот человек в конце концов объявится. И тебе нужно научиться контролировать себя. Но если люди все равно не взлюбят тебя, тогда забей на них. Найди того, кому действительно не все равно. У тебя есть друзья, которым есть дело. Они ждут тебя снаружи. Мертвы, но не сломлены. Субтитры сделал DimaTorzok